Детское радио представляет А мы с папой договорились Четверть без троек будет приставка А нет так нет Что так плохо поешь? Учительница пения говорит ужасно А классу выступать А песня такая красивая Какая? Беловежская пуща Беловежская пуща О, какой громкий голос Но пора в класс Здравствуйте Сначала я хочу поблагодарить Барабасова За виртуозное представление Темы сегодняшнего урока Поговорим о Беловежской пущи Барабасов, найди в нашей энциклопедии Слово пуща Сейчас пуща Густой непроходимый лес Лесные заросли Когда-то вся Европа была покрыта Такими дремучими лесами Но люди вырубили все Кроме небольшого кусочка На границе Польши И Белоруссии Он сохранился благодаря Королевскому праву Причем здесь короли? При том, что им нравилось Здесь охотиться И первым еще в 14 веке Эти места стал охранять Великий князь литовский Ягайло Он запретил охотиться в Беловежской пущи А сам-то небось охотился Но все-таки лучше Когда охотится только его величество А не все, кто пожелает Не правда ли? В 16 веке другой король Запретил рубить здесь лес Без особого разрешения Потом Беловежская пуща Стала вотчиной русских царей Это было уже в 18 веке С тех пор дремучий лес Пересекает царская дорога В 19 и 20 веках В Европе бушевали войны Людям было не до природы И мы чуть не потеряли Последний островок Реликтового европейского леса Но, к счастью, этого не произошло Беловежская пуща живет В ней сохранилось Огромное количество Редких животных и растений Здесь можно увидеть Благородного оленя Дикого кабана, косулю, лося В этом заповедном лесу Обитают волки и лисы Рыси и барсуки Куницы и выдры Множество редчайших птиц Среди которых Легендарный черный журавль А зубры? Я слышал, там даже зубры водятся О да! Зубры – это гордость Беловежской пущи Ведь в начале 20 века Они почти исчезли Потребовались неимоверные И многолетние усилия Чтобы они вернулись На свое законное место В древнем бару Где самые молодые деревья Это двухсотлетние ели А какие же тогда самые старые? Самое старое дерево Беловежской пущи Это восемьсотлетний Пожежинский царь-дуб Самые старые деревья Европы Растут именно в Беловежской пущи Шестисотлетние дубы Четырехсотлетние ясени и сосны А что это за название? Беловежская Я в энциклобеде не нашел Надо было искать слово «вежа» Ведь что такое «белый» Ты и так знаешь Вежа или бежа На древнеславянском башня Или временное укрепление На случай войны, что ли? Совершенно верно Еще в тринадцатом веке На границе дремучего леса Князь Владимир Волынский Построил город И белую башню Вот что говорят летописи И срубил князь город На пустом месте И нарек ему имя Каменец И создан в нем столб каменный Высотою семнадцать саженей И все, кто видел его, удивлялись Эта белая башня стоит до сих пор Но все-таки главная ценность Беловежской пуще Это животные и растения Нетронутый лес Только стихи передают поэтичность И красоту этого места Барабасов, пожалуйста Процитируй нам еще раз Ту замечательную песню Только не пой, пожалуйста Просто прочти Заповедный напев Заповедная даль Свет хрустальной зари Свет на миром встающий Мне понятна твоя Вековая печаль Беловежская пуща Беловежская пуща Барабасов, а ты Так классно стихи читаешь Точно, это выход В смысле? На пении завтра Придешь и скажешь А давайте я не петь буду А читать под музыку А я такое видела Это, кажется, речитатив называется Очень красиво Может, а нами тогда четверку поставят? За идею хотя бы Уроки чудесоведения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова